Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь. 11 сентября. Житие и подвиги преподобной матери нашей Феодоры, подвязавшейся в мужеском образе. «Очи Господь мыть маме тем крат светлейшее солнце, суть, прозирающая все пути человеческие и рассмотряющая в тайных местах, прежде, нежели создано было, все уже было известно ему». Не знала сей истины Феодора знатная женщина, жившая в Александрии. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему и убеждавшему, будто грех, сотворенный во тьме, грех, коего не видит солнце, не будет узнан Богом. Но когда она по собственному опыту уразумела, что перед Богом ничто не может утаиться, о, сколь великое покаяние проявила тогда она. Она, честно живя в супружестве со своим мужем, Феодора впала в такое искушение. Один богатый человек, молодой и легкомысленный, побуждаемый дьяволом, возымел на нее вожделение и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию, посылал ей ценные подарки, обещал еще более дорогие, прельщал и словами. Но не будучи в состоянии сам что-либо сделать, он нанял одну искусительницу, волшебницу, чтобы она прельщала целомудренную Феодору, склоняя ее к замышленному им и злому делу. И вот эта искусительница, имея пособником, сатану, улучила удобное время и стала говорить Феодоре о том юноше. Феодора же сказала, о, если бы мне избавиться от этого человека, который уже давно беспокоит меня, если я послушаюсь его, то само солнце, светящее на нас, будет перед Богом свидетелем греха моего. В таком случае, посоветовала соблазнительница, когда зайдет солнце и настанет темная ночь, ты в сокровенном месте исполни желание, юноша, и никто не узнает дело вашего, и не будет свидетелей перед Богом, ибо ночь глубока, и тьма все покроет. Феодора сказала, о, хорошо было бы, если бы Бог не узнал греха отворимого ночью. Так и будет, отвечала искусительница, ибо Бог видит только те грехи, которые освещает солнце, а то, что делается во тьме, как он может видеть? Феодора, как женщина молодая, простодушная и неопытная, поддалась таким прельщениям искусительнице. Много помогло и бесовское искушение, ибо сила его велика, природа же наша склонна к страстям, и сила наша немощна. И так Феодора послушалась лукавого совета, и совершила во тьме ночной беззаконие. Но с появлением утренней зари в сердце ее немедленно воссиял свет милосердия Божия, ибо, сознавши грех свой, она стала сокрушаться, бить себя по лицу, рвать волосы, стала стыдиться самой себя, сама себе стала противна. Так милосердие Божия, не хотящая смерти грешника, ради прежнего ее целомудрия, подвигло ее к скорому покаянию и исправлению. Ибо Бог попускает иногда человека на некоторое падение, дабы человек, восставший, проявил еще больший подвиг и исправление, и еще больше усердия к Богу, прощающему грехи. Сожалея и плача с отдельным грехе, Феодора старалась хоть немного успокоить себя, думая, не ведает Бог греха моего. Впрочем, если и не ведает, то и тогда мне и горе, и стыд. Стараясь успокоить скорбь свою, Феодора пошла в один женский монастырь к Игумени, из которой была знакома. Видя ее скорбное лицо, Игумени спросила, что за печаль у тебя, дочь моя? Не обидел ли тебя муж? Феодора отвечала, нет, госпожа, но я сама не знаю, отчего у меня скорбит сердце. Игумени, желая ее утешить по внушению Духа Божия, начала с ней душеполезную беседу и стала читать божественные книги. Когда же она читала одно слово поучения, то дошла до такого изречения евангельского. И нет ничего сокровенного, чтобы не открылось, и тайного, чтобы не стало явным. Потому что то, что во тьме делается, во свете услышится. И то, что говорите на ухо, в храме проповедано будет на кровлях. Слыша сие евангельские слова, Феодора ударила себя в грудь, воскликнув, горе мне, окаянный, погибла я ныне, обманулась, думая, что Бог не узнает греха моего. И начала бить себя, плача и рыдая. Тогда Игуменя поняла, что с Феодорой случилось грехопадение. И стала расспрашивать, что именно случилось с нею. Феодора же от слез, едва говоря, рассказала Игумени все подробно. И, упав к ногам ее, воскликнула, помилуй, госпожа, меня погибшей, научись, что мне делать. Можно ли мне спастись, или я уже навеки погибла? Надеется ли мне на милосердие Божие, или же отчаяться? Игуменя начала ей говорить, нехорошо сделала ты, дочь моя, послушав врага. Неправильно ты мыслила, думая, утаиться перед Богом, который испытует сердца и утробы, который издалека ведает помышления человеческие и несоделанное видит оком своим. Ни ночь, никакое сокровенное и темное место не может укрыть грешника от его всевидящего ока. Нехорошо сделала ты, дочь моя, и Бога прогневала, и верности мужу не сохранила, и тело свое осквернила, и душе своей повредила. Зачем ты не сказала мне об этом прежде, когда была прельщаема, дабы я помогла тебе и научила бы тебя, как остеречься сетей вражей. Но так как это с тобой уже случилось, то, по крайней мере, теперь исправься и припади к милосердии Божьей, умолясь с сокрушением. Да простит он тебе грех твой, не отчаивайся, дочь моя. Хотя ты и великий грех соделала, однако милосердие Божие еще больше. И нет греха побеждающего человеколюбие Божие. Только ты ободрись и спасешься. Говоря эти ей и подобные слова, Игумения вразумила, научила ее и наставила на путь покаяния. Вместе же и успокоила ее, поведая о милосердии Божьем и о неизреченной его благости, в которой готов он принимать кающихся и прощать согрешающих. Напомнила ей и об евангельской жене грешнице, которая омыла слезами ноги Христова и отерла их волосами головы своей, и получила от Бога прощение грехов своих. Феодора, выслушав все слова доброй наставницы, и сложивши он ей в сердце своем, сказала, «Веру и Богу моему, госпожа, и от сели не буду делать такого греха, да я содеянному же, насколько буду в состоянии, позабочусь». Получив некоторое утешение своему сердцу, возвратилась она в дом свой. Но так как совесть обличала ее, то она остудилась смотреть прямо в лицо мужа своему и помышляла о том, как бы ей умилостивить Бога. Она хотела было поступить в женский монастырь, но знала, что муж не позволит ей. И вот, чтобы скрыться от мужа своего и от всех знакомых, она придумала следующее. Когда муж ее по какому-то делу отлучился из дому, она поздно вечером, остригши свои волосы, оделась в мужскую одежду и, предавши себя на волю Божию, тайно оставила дом и пошла быстро, как птица, вылетевшая из сети. Дойдя до некоторого пустынного монастыря, называемого Актадекат, отстоявшего от города в восемнадцати верстах, она постучала в ворота и, увидев привратника, сказала, «Окажи любовь в очи, поди, скажи игумену, чтобы он принял в монастырь меня грешного человека, ибо я хочу каяться в злых делах своих, и посему пришел сюда домой, в ваши святые ноги, и буду день и ночь служить вам во всем, что мне прикажете». Привратник пошел и доложил игумену, и игумен же сказал, «Испытать надо. Бог ли наставил его прийти к нам? Итак, не давай ему ответа до утра и не пускай в монастырь. Если он не уйдет, но останется терпеливо при дверях монастырских, ожидая помилования, тогда мы узнаем, что истинно и с усердием пришел он служить Богу». Привратник так и сделал, и не обращал на Феодору внимания, презирая, как раба непотребного. Она же сидела около врат и плакала. Наступила ночь, и стали ходить мимо звери, и во пустыне та была полна зверей. Но Феодора благодати Божией осталась невредимой, вооружившись как бы щитом, крестным знамением и молитвою. По утру Привратник посмотрел в оконце, увидел, что Феодора сидит около врат и сказал, «Чего ты ждешь здесь? Не примем тебя, ибо ты нам не годишься». Она же отвечала, «Если бы мне пришлось умереть здесь в перевратах, не уйду, да коли вы не смилуетесь надо мной и не примете меня в монастырь». Тогда Привратник, видя ее терпение и смирение, отворил врата и ввел ее к Игумену. Игумен спросил, и откуда она, как ее зовут и зачем пришла. Она же отвечала, «Из Александрии, отче, имя мое Феодор, исполнен я грехов и беззакония». Но пришел в себя и, познав свои прегрешения, захотел принести покаяние. И вот пришел к вашей святыне, да примите меня в чин свой и спасете погибающего грешника. Итак, прими меня, отче, как Господь принял разбойником и таря и блудного сына. Тогда Игумен стал указывать ей на монастырские труды и подвиги и сказал, «Не будешь ты в силах чада переносить это, ибо вижу, что ты юн и воспитан в мирских удовольствиях. Монастырь же наш не имеет никакой утехи. Чин наш требует трудного жития и пребывания с нами великого воздержания и поста. Братья наши в послушании несут великие труды, не оставляя и церковного правила, как то полуночницы и утренни. Часов и вечерний, многих келейных молитв и поклонов, а также частых стеночных стояний на молитве. Ты же привык к покою плоти, и нельзя тебе с нами нести тяготу иноческого подвига. Хотя я вижу, что ты с усердием пришел, однако боюсь, чтобы ты не переменил намерение своего, ибо многие часто начинают доброе дело с усердием, но скоро не выдержав, оставляют доброе начинание и становятся самыми ленивыми. И так советую тебе, возвратись в мир, и Бог доустроит спасение твое, как ему будет угодно. Тогда Феодора, припадший к ногам ему игумена со слезами, сказала, «Не одри меня, отче, от святой вашей обители, не лиши меня, ангела, подобного сожительства с вами, не гони меня в мир, из которого я бегу, как иудеи из Египта, и никогда больше не возвращусь. Не смущайся моей юностью, ибо святыми вашими молитвами я привыкну ко всякому воздержанию, и при помощи Божьей буду нести все труды и все, что прикажете мне, буду делать с усердием и старанием, только примите меня, желающего каяться в грехах своих». Уступив таким ее мольбам, игумен принял ее и повелел проходить все монастырские послушания. И так стала жить между мужами, жена в образе и под именем мужа. И никто не знал тайны сей, кроме одного Бога. И кто может поведать о многотрудном житии ее? Видели братья труд ее в послушании, терпении, в воздержании, в смирении, в повиновении, сокровенные же и тайные подвиги ее, в сердечные молитвы ее, сердечное воздыхание, слезы, колено преклонение, воздеяние рук, видел только сам Бог. И днем и ночью прибегала она к милосердию его, как некогда блудни, замывшая слезами ноги Господни. И было покаяние ее более нежели содеянный грех, ибо она смирением умертвила все свои страсти и похоти, уничижила себя перед всеми, свою волю победила самоотвержением и стала как бы ангелом во плоти. Тело ее некогда скверненное, теперь же очищенное подвигами, покаяния обильными слезами, стало святым храмом Божиим, обиталищем Святого Духа. По прошествии восьми лет случился в монастыре недостаток в масле, и Феодора была постна сверблюдами в город Александрии купить масло. Между тем муж ее, не зная, куда удалилась жена его и что случилось с ней, долго искал ее. Не находя ее, он день и ночь святовал и прилежно молился Богу, чтобы он открыл ему, где находится его жена. И вот однажды ночью увидел он ангела, который возвестил ему, «Не печалься о жене своей, ибо она работает Богу посреди слуг его. Если же хочешь увидеть ее, ступай поутру и стань при церкви святого Петра, там ты ее увидишь, ибо кто пройдет мимо церкви и будет приветствовать тебя, тот и есть твоя жена». Обрадовался муж Феодоры такому ангельскому видению, известившему его о жене и о том, как он ее увидит. Рано утром он поспешил к церкви святого Петра и, став там, начал глядеть направо и налево, ожидая увидать то, чего желал. В это время прошла сверхблюдами блаженная Феодора, одетая в мужское монашеское одеяние. Муж не узнал ее, да и нельзя было узнать ее. С одной стороны, следствие мужской одежды, с другой, вследствие перемены в лице. Некогда она была прекрасна лицом, но от поста и подвигов иноческих увяла красота ее. Феодора же, издали узнавший его, незаметно прослезилась и сказала себе, «О, горе мне, грешница! За грех против своего мужа лишилась я милости Божией». Проходя же мимо него, она поклонилась ему и сказала, «Добрый день, господин!» И он тоже поклонился и сказал, «Будь здрав, отче!» И так они разошлись. Простояв едва не весь день, муж Феодора возвратился домой, скорбя, что не получил того, чего желал. И видение ангельское, считая за обман, дома он снова стал молиться со слезами, «Господи, ты видишь скорбь мою? Услыши молитву мою и открою, мне жива ли жена моя или нет? На добром ли пути она находится или на злом?» И в другую ночь он снова видит в видении ангела, говорящего, «О чем ты плачешь? Разве не видел ты жены своей вчера, как я сказал тебе?» Он сказал, «Не видал, господин мой?» Ангел же сказал, «Разве я не говорил тебе, что тот, кто, проходя мимо, поклонится тебе и будет приветствовать тебя?» Тот и есть жена твоя. Тогда муж, поняв, что видел жену свою, но не узнал ее, благодарил Бога, что жена его жива и служит Богу. Надеялся он и сам спастись молитвами ее. И блаженная Феодора благодарила Бога, что она видела мужа и что муж не узнал ее. Возвратившись же в монастырь, она прилежно прилежала спасению своему, постясь сначала один день, потом по два, далее по три, по четыре дня. Иногда же целую неделю пребывала она без пищи, прилежно молясь о прощении своего греха. Близ того монастыря было озеро, где жил зверь-крокодил, который часто выходил из озера и пожирал проходящих мимо людей и скот. Епарх – это правители области. Григорий, назначенный царем Зеноном, император, царствовал с 474 по 491 год, правил городом Александрии на проходящей мимо озера дороги, поставил стражу, чтобы никто не проходил той дорогою, желая узнать благодать Божию, обитающую в Феодоре. Игумен призвал ее и сказал, «Брат Феодор, нам нужна вода, возьми водонос, пойди, почерпни воды из озера и принеси мне». Феодора, как добрый послушник, взявши водонос, пошла. Стража, встретившая ее, сказала, «Не ходи сюда, отче, за водой, ибо тебя зверь растерзает». Она же возразила, «Отец мой, Игумен, послал меня, и я должен исполнить то, что приказано». Когда она пришла на берег озера, вышел крокодил и понес ее на своей спине на середину озера. Когда же она почерпнула воды, зверь снова принес ее на берег. Она закляла зверя, дабы с того времени он никому не делал вреда. И тотчас зверь оказался мертвым. Стража, увидав такое чудо, возвестила Игумену и Епарху, и все прославили Бога. Братья же удивились, что зверь не сделал никакого вреда блаженной, и похваляли силу послушания. Но некоторые из братьев, подстрекаемые дьяволом, ибо никто не свободен от вражеских искушений, не поверили случившемуся и начали ненавидеть Феодору, говоря, вот мы столько лет прожили в монастыре и чудес не творим, а он только вчера пришел и уже чудодействует. Не хочет ли быть больше нас? Не волшебством ли каким он умертвил зверя? В нескольких верстах от этой обители стоял в глубокой пустыне другой монастырь. Ненавистники, написав тайну от своего Игумена на имя того монастыря грамоту, и придя поздно вечером, с Келлией блаженной Феодорой сказали ей, брат Феодор, Игумен приказывает тебе отнести эту грамоту скорее в тот монастырь. Феодор, оставшись с дела грамотой, ночью пошла в монастырь. А ненавистники сделали это для того, чтобы она на дороге была растерзана зверями, ибо там было бесчисленное множество зверей. Пустыни египетские, как и вообще африканские, особенно изобилуют множеством свирепых львов. Под именем зверя, о котором повествуются дали, следует разуметь льва. И потому никому нельзя было ночью пройти тем путем. Ненавистники так рассуждали между собой. Посмотрим, возвратится ли цел этот святоша, коему повинуется звери. Когда Феодора шла тем путем, встретился с ней громадный зверь, и, поклонившись ей, повернул назад и пошел впереди ее, провожая до монастырских врат. Толкнул зверь в ворота, отворил их привратник, и святая Феодора пошла с грамотой к Игумену. Но так как привратник не затворил врат, тот зверь вошел в монастырь и схватил привратника и начал терзать его. Привратник воззапил, «Горе, горе, помогите мне!» Все пробудились от того крика. Узнав о случившемся, святая воротилась из тела Игумена и подошла к терзаемому зверям брату. Схватив зверя за горло, она освободила привратника и сказала зверю, «Как ты дерзнул напасть на образ Божий и хотел умертвить его? Умри же сам!» И точно спал зверь к ногам Феодора и сдох. Братья, даже истерзнула зверем, она помазала Илеем с призыванием имени Христова, осенила раны его крестным знаменем и соделала здравым и невредимым. Видя совершившееся чудо, все поклонились блаженно и прославляли Бога, покорившего диких зверей и рабу своему Феодору, будучи же отпущенной из этого монастыря. Феодора очень рано возвратилась в свой монастырь и пришедшая никому не поведала, где она была и что сделала. На другой день пришли иноки в тот монастырь с каким-то приношением и, рассказав случившееся Игумену и всей братии, кланились Игумену благодаря, что ученик его Феодор избавил привратника от зубов зверя и исцелил его от ран, а самого зверя умертвил. Слыша это Игумен и все иноки очень удивлялись. А отпустив пришедшие братья, Игумен собрал всех иноков и спрашивал их, кто посылал брата Феодора в тот монастырь. Все отказались, говоря, не знаем. Спросил Игумен и Феодору, говоря, кто тебе, брат, посылал ночью в монастырь тот? Не желая открыть своих ненавистников, посылавших ее Феодора, сказала Игумену, прости меня, отче, вздремнул я в теле приказывая мне твоим именем поскорее нести грамоту к тому Игумену. И я пошел, исполняя послушание. Тогда ненавистники, познав благодать Божию в блаженной Феодоре, стали раскаиваться в злобе своей и, припав к ней, просили прощения. Она же, будучи не злобива, нисколько зато на них не гневалась, даже никому не рассказала про них, а, напротив, себя уничтожила как грешную и недостойную любви братья. Однажды, когда Феодора исполняла свое послушание, явился ей бес, говоря с гневом, «Ты, скверная прелюбодейка, бросившая своего мужа, на меня ли вооружаться пришла сюда? Всю свою силу употреблю я, чтобы заставить тебя отречься не только от иночества, но и от веры в распятого и бежать с места этого. И не думай, что меня нет здесь, ибо я не оставлю тебя в покое, пока не запутаю все эти ноги твои и не верну тебя в яму, кое ты не ожидаешь». Феодора же осени себя крестным знамением, сказал, «Бог, да сокрушит силу твою, дьявол!» И бес стал невидим. Спустя некоторое время блаженная Феодора снова была послана сверблюдами в город Александрии купить для нужд монастыря пшеницы. Отпуская ее в путь, игумен сказал, «Если чадо ты запоздаешь в дороге, то сверни к монастырю Янацкому и там переночуйся с верблюдами». Ибо был на пути там, близ города, монастырь, называемый Янат. Отправившись, Феодора действительно запоздала в дороге и, согласно повелению игумена, зашла в Янацкий монастырь и, поклонившись игумену всей обители, просила благословения дать отдохнуть верблюдам, пока не наступит день. Игумен находилась в гостинице немолодых уже лет девица, дочь того игумена, пришедшей поклониться отцу своему и навестить его. Видя молодого инока, то есть блаженную Феодору, девица по наущению дьявольскому почувствовала к нему вожделение. Пришла ночью к Феодоре, спавшая около верблюдов и, не зная, что эта женщина начала с бесстыдством к ней приставать и склонять ко греху. Но Феодора сказала «Отойди от меня, сестра, ибо я не привык к такому делу. К тому же я имею в себе злого духа и боюсь, как бы он не убил тебя». Удалившись со стыдом, девица нашла другого гостя, с коим сотворила беззаконие и зачла в очреве. Между тем Феодора, когда наступил день, отправилась в город и, вспомнив послушание, возвратилась в свой монастырь и продолжала подвиги для своего спасения. Через шесть месяцев открылось, что девица беременна и домашние стали бить ее и допрашивать, кто ее сделал такую. Она же по наущению дьявола обвинила блаженную Феодору, говоря, «Актадекатский монах Феодор, идя в город с верблюдами, ночевал в гостинице, ночью пришел ко мне, и я зачела от него». Услышав это, отец ее, игумен Епатский, послал своих иноков в монастырь отадексов. Актадекат жалоба игумену, что его инок обесчестил девицу. Игумен, призвав Феодору, спросил ее, «Слышишь, что говорят люди эти про тебя? Рассказывай, будто ты обесчестил девицу, и она теперь беременна». Феодора отвечала, «Прости меня, отче, но Бог свидетель, что я всем не повинен». Игумен, зная чистую ангелоподобную жизнь брата Феодора, не поверил тому, что рассказывали о нем иноки. Когда же Тадикатский и бросили дитя среди монастыря, укоряя живущих там братья, говоря, «Воспитывайте вашего младенца». Тогда игумен, увидав младенца, поверил, что действительно было так, как рассказывали, и очень разгневался на неповинную и чистую душу и телом Феодору. Собрав братья и призвав Феодору, он спросил ее, «Скажи нам окаянный, что это сделал ты? Навел ты беду на нас?» «На монастырь, на поругание на наш иноческий чин, не убоялся ты Бога. Мы считали тебя как бы ангелом, а ты оказался сообщником бесов. Итак, сознавайся в своем беззаконии». Блаженная же Феодора, девясь случившейся напасть и со смирением сказала, «Простите меня, ты святый, грешен я». Посоветовавшись между собой, иноки изгнали его из монастыря с бесчестьем и побоями отдав ей младенца. Так велико было дивное терпение блаженной. Одним своим словом она могла бы доказать свою невиновность, но не желая открыть тайны, что она женщина, приняла она на себя чужой грех, как возмездие за свое прежнее преступление. Взявши младенца, она села у монастырских врат, рыдая, как адам, изгнанный израя. Против монастыря устроила она для младенца маленькую хижинку и, выпрашивая пастухов молока, в продолжении целых семи лет питала им младенца. Сама же она терпела и голод, и жажду, и наготу, и холод, и зной, употребляя для питья морскую воду и питаясь дикими травами. Не перенося такого терпения, дьявол задумал прельстить Феодору иным образом. Он принял вид ее мужа и, войдя в хижину, где она сидела с младенцем, сказал, здесь ли ты, госпожа моя? Столько лет я тружусь со слезами отыскивая тебя, и ты не думаешь о мне, госпожа моя? Не знаешь ли, что ради тебя я оставил отца и матерь, а ты бросила меня? Кто склонил тебя прийти на место это? Где свет лица твоего? Итак, прийди, возлюбленная моя, пойдем в дом наш, ибо если ты хочешь, ты можешь соблюдать целомудрие и дома, я не буду препятствовать тебе. Вспомни любовь мою, госпожа, и иди со мной в дом наш. Блаженная не узнала, что это бес, но подумала, что это действительно ее муж и сказала ему, нельзя мне возвратиться к тебе в мир, из которого я бежала греха моего ради, боюсь, да не впаду в большие грехи. Когда же она подняла руку свою с крестным знаменем на молитву, тотчас бес стал невидим. Тогда Блаженная познала, что это был дьявол и сказала, едва не прерстил ты меня, дьявол. Она раскаивалась, что вступила в беседу с дьяволом и с того времени стала тщательной беречь себя от бесовских козней. Но дьявол не переставал вооружаться против Феодоры. Вот собрал множество бесов, кои, приняв вид разных зверей, напали на нее, крича человеческим голосом «Растерзаем прелюбодейку сию!» Феодора же, перекрестившись, сказала «А бы шедшая бы дошами и именем Господнем противляхся им!» И бесы тотчас исчезли. Потом дьявол желая прерстить ее сребролюбием, показал ей множество золота и людей, собирающих его, но и это все от крестного знамени исчезло. Затем дьявол принял вид князя, и множество всадников впереди его прошли мимо хижины Феодоры и кричали «Князь едет! Князь едет!» Потом они сказали Феодоре «Поклонись князю!» Она же ответила «Я кланяюсь единому Богу!» Тогда они, вытащив ее из хижины, Бог попустил им прикоснуться к святой, дабы она была искушена, как золото в горниле, и принуждали поклониться ему, но она не восхотела говоря «Я Господу Богу моему поклоняюсь и ему единому служу!» Тогда бесы стали бить ее без пощады и, оставив едва живою, ушли. Пастухи же, придя к Феодоре, нашли ее лежащую как мертвую, и, думая, что она возвестили о том им в монастыре, говоря «Инок ваш Феодор умер, возьмите тело его и похороните!» Игумен с братьями пришел к хижине Феодоры и, заметив, что душа ее еще в ней сказал «Оставьте его, ибо он будет жив!» И возвратились они в монастырь, Феодора же, придя полностью в себя, стала плакать и бить себя в грудь, восклицая «Горе мне грешной, горе мне мои» и, подняв руки к небу, глазом великим возопила «Боже милосердный, избавь меня от руки дьявола и прости мне прегрешения мои» Начевавшая близ того места пустухи, услыхав, что блаженная Феодора, которую они считали мертвой, молится, удивились тому, что она еще жива и прославили Бога. После этого Игумен приказал взять от нее младенца в монастырь, чему Феодора очень обрадовалась, ибо освободилась от труда и забота воспитания младенца. Сама же она продолжала скитаться по пустыне. Тело ее почернело от холода и зной, очи ее потускнели от горьких слез, и жила она со зверями, которые, как овсы, повиновались ей и были кротки. Еще раз покусился на нее дьявол. Увидав ее сильно алчущий, он явился ей в образе воина, принесшего хорошую пищу, и сказал, князь, который тебя бил, теперь раскаивается в этом и прислал тебе сию пищу, прося простить его и принять ее от него. Феодора же, познав прелесть бесовскую, осенила себя крестным знаменем и сказала, Бог, да уничтожит и разрушит коварство твое враг, Бог мой помощник, и не повестишь ты меня. С того времени перестал дьявол искушать ее. По прошествии семи лет такого многотрудного жития Феодоры сжалили синоки и пришли к игумену, говоря, помилуй отче брата Феодора, ибо он уже совершил покаяние за грехи свои, прости его и прими в монастырь. Игумен же отвечал, действительно, братья, в нынешнюю ночь Бог возвестил мне, что прощен грех брату Феодору. Итак, идите, поищите его и приведите сюда. Найдя Феодору в пустыне, братья привели ее в монастырь и сказал ей игумен, брат Феодор, Бог простил тебе грех, который ты сотворил. Живи с нами в монастыре и подвизайся, никуда не выходи больше из монастыря, чтобы опять дьявол не вверг тебя в искушение. Воспитывай сына твоего, дабы он был ревнителем твоих подвигов. И дал ей игумен келью, освободив от великих монастырских трудов, чтобы она спокойно молилась Богу и отдохнула бы после столь великих трудов. И прожила Феодора в той келье два года с мнимым сыном своим Феодором, уча его грамоте и страху Божию, а также смирению, послушанию и другим иноческим добродетелям. В одно лето была большая засуха, так что высохли в монастыре колодцы из всякой и озера. Тогда сказал игумен некоторым братьям, никто другой не умолит Бога, чтобы он дал нам воды, как только отец Феодор, ибо великой благодати Божией исполнен он. Призвав к себе блаженный, игумен сказал, отец Феодор, возьми сосуд и почерпни нам воды из колодца. Колодец же был сух и не имел ни одной капли воды. Благослови отче, сказала Феодора и пошла к колодцу. Опустив колодец сосуд, она наполнена его чистой водой и принесла игумену с братьями. Видя это, все удивились. Тотчас пошли они к колодцу, в коем давно уже высохла вода, и заглянув увидели, что он полон воды, и прославили Бога. Было же воды той довольно для всей монастырской нужды, до тех пор, пока не пошел дождь и не наполнил водой все высохшие водоемы. Блаженная Феодора, будучи смиренно духом, говорила братья, не ради меня совершилось это, но ради пославшего меня отца нашего игумена, который имеет твердую непоколебимую веру в Бога, а я лишь исполнил то, что приказано мне, надеясь на молитву отца нашего. И продолжала жить Феодора в келье своей, молясь Богу и воспитывая мнимого своего сына. В один вечер, взяв с собой на виду всех отрока, Феодора заперлась в келье и начала поучать его. И гумен же, по внушению Божию, послал некоторых из братьев незаметно послушать у кельи, о чем беседует она с отроком своим. Феодора, прижав отрока к груди своей и обнявши, целовала его, говоря, сын мой возлюбленный, время мое настало, конец мой пришел, и я отхожу от тебя. Ты же не плачь о мне, и не говори себе, я сирота, ибо имеешь ты отцом Бога, покрывающего тебя благодатью своей, коему и я, если обрящу дерзновение перед ним, буду молиться о тебе. Выслушай последние слова мои, и запечатлей их в сердце своем. Возлюби Бога больше всякой твари и больше самого себя. Прилепи к нему всем сердцем, не переставай словословить его и молиться ему устами и сердцем, языком и умом. Правила общего никогда не оставляй, но с прочими братьями ходи в церковь. К часам первому, третьему, шестому и девятому, к вечерней, полуночнице и утренней все молитвы твои да будут соединены с сокрушением сердечным, со слезами и воздыханием. Плачь перед Богом каждый день, да сподобишься вечного утешения. Слушайся игумены и братья, откажись от воли своей, храни незлобие отныне и до конца жизни своей, загради молчанием уста свои, старайся, чтобы не осудить кого-нибудь и не посмеяться чужому греху. Видя же согрешающего, помолись о нем единому безгрешному Богу, да исправить его, а тебя доизбавить от грехопадений и искушений вражи их. Ничего не говори ни праздного, ни скверного, ни хульного, да не язык из уст твоих такое слово, за которое пришлось бы тебе дать ответ в день суда. Будь кроток и смирен сердцем, всех почитай за отцов и благодетелей своих, а себя считай ниже всех. Если услышишь, что кто-нибудь из братьев болен, не поленись посетить его и с усердием послужи ему и всякое возложенное на тебя послушание исполняй без ропота. Ни считу и нестяжание люби так, как бы многоценное сокровище. Вспоминай жизнь мою, как я с тобой скиталась, что приобрела я в хижине моей перед оградой монастырской, яствовали или одежды, утвар или какое сокровище, ничего иного, как только Бога. Ибо что для человека важнее Бога и божественной любви Его? Он есть сокровище наше, он богатство, он пища и питье, он одежда и покров, он здравие наше и крепость, он веселье и радость, он надежда и упование наше, его почист стяжать, сын мой. Если ты стяжешь его, довольность тебя и возвеселишься о нем более, нежели в том случае, когда бы приобрел весь мир, старайся сохранить чистоту свою, как ныне ты чист телом и душею, так пребывай и до конца жизни своей. Блюди себя, и не удалить его от себя сластолюбием и плотоугодием, умертви уды свои, не давай покоя и послабления телу своему, как осла непокорного, смиряй его голодом, жаждаю, работой и ранами, пока не представишь Христу душу свою, как чистую невесту. Соблюдай себя тщательно от бесовских козней, трезвись и бодрствуй, ибо дьявол не дремлет ища поглотить всякого служащего Богу. От этого-то врага да защитит тебе помощь Божия. Так же, чадо мое, твори обо мне поминовение, да обрящую милость у праведного судьи, который будет судить не только явные грехи, но и тайные, и к которому я отныне отхожу. Отрак же, будучи разумным, сказал, неужели, отче мой, ты уходишь от меня, оставляя меня сиротою? Что я буду делать без тебя? Увы мне бедному, горе мне сироте, что лишаюсь я тебя добрый отец мой. Феодора же, утешая его, сказала, ведь я говорил тебе, чтобы ты не называл себя сиротою, потому что ты имеешь Бога хранителем твоим, пекущимся о тебе. Он будет для тебя отцом и матери, учителем и наставником, покровителем и руководителем ко спасению. После этого Феодора встала и со слезами начала молиться, говоря, Боже, знающий грехи мои и покаяния, ты знаешь печаль сердца моего, знаешь, как я непрестанно сокрушалась о том, что прогневала тебя, Господи, ты знаешь труды мои, какими я смиряла грешное тело мое, за то, что дерзнулась делать беззаконие огорчить благость твою, ты знаешь печаль души моей, знаешь, что душа моя с того времени, как я осознала грех свой, во все время не переставала сетовать и горько скорбеть о том, что прогневала тебя, и так услыши ныне втянание мое, вонми молитве моей, виск, как воск тающие сердце мое, испытая его, возри на слезы мои, помилуй окаянную душу мою, остави беззаконие мои, прости грехи мои, не помяни злых дел моих, по милости твоей помяни меня ты, ради благости твоей Господи, прими покаяние мое, прими молитвы и рыдание мое, прими же и душу мою, так она долго молилась, и не все можно было расслышать из того, что она говорила, слышны были только плач ее, и биение в Персии, плакал вместе с ней и отрок, рыдая о сиротце своем, она снова утешала его и опять молилась, наконец, она с радостью сказала, благодарю тебя, премилосердного творца моего, что ты услышал и помиловал меня, и избавил душу мою от смерти и очи мои от слез, произнося и другие благодарственные слова, и возвеселившись духом, Феодора умолкла, можно было подумать, что она предала душу свою святую в руки Господа своего, ибо уже более не слышно было ее слов, только слышно было, как плакал отрок, в тот час стали благовестить к утренне, иноки, слышавшие все, что говорила Феодора, пошли к игумену и все рассказали ему, игумен же, выслушав рассказы, начал со чадом и в ночь это увидел видение, будто два светоносных мужа явившись, повели меня на высоту небесную, откуда дошел до меня голос говорящий, прийди, посмотри, какие блага уготовал я невесте моей Феодоре, и увидел я светоносный рай, красоту и великолепие, коего нельзя описать, явившиеся мужи, введя меня внутрь рая, показали мне чертоги, и в нем приготовленный золотой одр, и ангел, стоя при нем, охранял его. Спросил я ведущих меня, для кого приготовленный чертог сей и одр, и они сказали мне, погоди немного, и узрешь славу Божию. Вскоре я увидел чины ангельские, мучеников и преподобных, идущих с приятным пением, сладости, кое нельзя и поведать. Посреди их я увидел прекрасную жену в великой славе, приведя чертог, ее посадили на одре, воспевая присладкие песни. Я же с благоговением поклонился честной жене той, и сказал мне ангел, знаешь ли, кто это? Я отвечал, не знаю, господин мой, он же сказал мне, это инок твой Феодор, по природе своей он был женщиной, мужем же он был только по виду. Пожив немного в супружести Феодора ради Бога оставила мир и трудилась в вашем монастыре. И будучи оклеветана зародившую младенца девицу, не открыла, что она женщина, как будто бы настоящий отец, она приняла младенца и вырастила его. Будучи же изгнаной из вашего монастыря, она много пострадала, питаясь травою и водою морскую, терпя холод, зной и напасти от бесов. За все это так возвеличил ее милосердный Бог, ибо он возлюбил ее, как невесту свою, и сделал ее наследницей царствия своего со всеми святыми. Услышав это, я начал плакать, что не знал тайны сей, и, поверив лжи, оскорбил святую, и, знав ее с бесчестием из монастыря. Во время плача я проснулся, так, чадо мои, в настоящее время сердце мое исполнено радости и печали, радует, что сподобился видеть преславное видение, коего око человеческое не видело, и слышать пресладкие звуки святых песней, коих ухо не слышало. Скорблю же и плачу, что не знали мы, рабы Божии, и возлюбленные невесты его, живущие между нами, и, не ведая долгое время, оскорбляли ее. После этого игумен, собрав братью, пошел к келье блаженной Феодоры и, толкнув дверь, сказал, отцы, Феодор, благослови, но ответа не было, ибо Феодора приставилась уже ко Господу. Отрак же, плача надея, уснул, и едва могли разбудить его. Войдя в келье, братья увидели блаженную Феодору, лежащую на земле. Руки ее были сложены на груди и очи закрыты. Лицо же ее сияло красотой, как лицо ангельское. Когда стали готовить к погребению честное ее тело, открыл игумен Персии ее, иссохшие от продолжительного поста, и все узнали, что то была женщина. Игумен повелел братья, чтобы они никому не открывали тайны сей, пока не будут приглашены те, кои оклеветали преподобную в бесчестии девицы. И послал братья к инацкому игумену, говоря, молим любовь твою, отче, прийди к нам со своей братьей ее, ибо сегодня у нас великий праздник, и мы хотим, чтобы и ты праздновал с нами. И пришел игумен инацкий вместе со своими иноками, и привели его к святому телу блаженного и показав ему тело преподобной, спросили, не это ли Федор? И сказал инацкий игумен, действительно, это он. Спросили пришедших с ним монахов, говоря, знаете ли вы его? Те сказали, и хорошо знаем, это лживый брат Федора, сквернивший девицу, да воздаст ему Бог по делам его. Тогда актадекатский игумен открыл перси ее, и показав женские сосы ее, сказал, «Да, отцы, ошиблись мы, мы думали, что это мужчина, а на самом деле это была женщина, изменивший внешний вид и приняв мужское имя. Она как ангел жила среди нас, грешников, не знавших тайны сей, и многие напасти претерпела от нас. Ныне же кончина ее показала, чем она была и что есть, и она праведна и преподобна, и Христу Богу нашему угодно, так как я видел ее веселящуюся в небесном чертоге во славе и свете великом, с ликами ангельскими и со всеми святыми». Тогда все предстоящие ужаснулись и удивились этой великой тайне, оклеветавшая же ее в грехе, в коем она была неповинна, весьма устыдились и все много плакали, восклицая, «Горе нам, что мы столь долго оскорбляли рабу Божию». И, припадая к святым мощам, ее со слезами говорили, «Прости нам, раба Божия, что мы в неведе не согрешили против тебя». После этого явился ангел Божий актодекатскому игумену, говоря, «Возьми коня и отправляйся к городу, и кого встретишь первого, того возьми и приведи сюда». Игумен тотчас отправился, увидев на дороге идущего навстречу ему человека, спросил его, «Куда ты идешь?» Тот отвечал, «Я слышал, что в каком-то монастыре умерла жена моя и иду, чтобы увидеть ее». Игумен взял с собой человека этого и, посадив его на коня, возвратился в монастырь и привел его к святому телу преподобной. Увидав Феодору, муж ее начал горько и безутешно рыдать перед мощами ее. Бесчисленный сон иноков живущих окрест Актабикатского монастыря, услышав о всем случившемся, собрался со свечами и кадилами и, обредившись святое тело преподобной Феодоры, с честью похоронили его в монастыре, в коем она добре подвязалась и светло празднули в течение многих дней, прославляя Христа Бога и величая возлюбленную невесту его преподобную Феодору, мужа ее после ее погребения, и спросил себе к елею, в кое жила жена его, или лучше сказать невеста Христова, и, постригшись в иноки, подвязался в ней в посте молитвы и слезах, поминая подвиги преподобной Феодоры, и спустя немного времени отошел ко Господу. А отрок Феодор, коего преподобная имела вместо сына, унаследовал нрав, подвиги и все добротетельное житие мнимого отца своего, или лучше сказать, матери своей преподобной Феодоры. Он достиг такого совершенства, что по смерти игумена всеми иноками было избрано его место, был добрым отцом, наставляющим чад своих на путь спасения, и сам тем же путем пошел вслед преподобной Феодоры, и водворился с нею в обителях небесных. Молитвами святых Твоих, Господи, не лиши нас небесного Царствия Твоего. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. небесного ... небесного ... небесного ... небесного